Сегодня в выпуске. Егор Крид вновь шлет сердечки карнавал. Нападение на инстасамку в Москве. Как можно за секунду исказить реальность? Трек дымок запретили в России. Сухие расставания Стоуна и Сысоевой, а у Алины Милди нашли рак. В последние два дня из интернета пропали Димас и Аня Ищук. Они не брали отпуск, тоже работали, но над новым большим интервью про свою семью. Взяла его Лаура Джугелия, которая частенько любит разбирать жизни блогеров. В их конкретно паре мало что есть провокационного и скрытного, за что можно зацепиться. Но я думаю, как минимум конфликт с инстасамкой по поводу блогерских семей они точно разобрали. Ждем, короче, премьеру, я думаю, что к середине следующей недели успеют смонтировать. Также у Лауры о своих отношениях когда-то рассуждал Саша Стоун. И не только про карнавал, но и про нынешние с Надей Сысоевой, они еще на момент записи расстались, потом снова сошлись. А тут вчера пошли слухи из светской тусовки, что в их паре поставлена вторая и уже окончательная точка. В ЖК, где живет Саша, открылась новая кафешка, на открытие которой якобы заявился с новой девушкой, а после они отправились к нему домой. Ранее еще заметили, что после возвращения со съемок «Выжить в Дубае», где-то в мае, оба перестали лайкать посты друг друга, но не отписывались. Следом Стоун еще в СМИ приписали долг перед налоговой в миллион рублей, поэтому он решил все разом прокомментировать. Скинул скрин язычного кабинета, что задолженностей никаких нет. А через менеджера донес журналистам, что был в заведении вместе с друзьями и добил вот таким кружком. При этом факт расставания с Надей они комментировать отказались. Возможно, Саше и хотелось бы сказать правду, но пока нельзя. Ведь это как минимум подорвет рейтинги реалити «Выжить в Дубае», ведь там они заявлены именно как пара. Популярный трек «Дымок» официально запретили в России. В январе этого года композицию потребовали проверить общественные организации и обратились в Генпрокуратуру. Они обнаружили в тексте призывы курнуть, а также возмутились из-за строк про натертый исполнителем ручничок и смешанный с чем-то табак, что по сути является пропагандой плохого образа жизни. Пока по требованию Роскомнадзора песню удалили только из Яндекс.Музыки, но и до остальных стримингов это наверняка дойдет. На ютубе клип тоже пока на месте, хотя его тоже по обращению могут ограничить для жителей России. Проблема же курения среди не только молодежи, но и взрослых жителей настолько обострилась, что доводит до летальных исходов. По сети разлетелась история вот этой женщины, которая последние пару лет подсела на вейпы. И неделю назад настолько увлеклась затяжками, что ее всю скрутило. Стало трудно дышать, так как отказала одной из легких. Что-то никакая не неврология, и меня экстренно госпитализировали. Диагноз. Спонтанный пневмоторакс. Одно легкое на 90% было свернуто и не работало. Больнее я испытывала только роды. Если вы после моего рассказа не бросите вот эту дрянь, вы любители очень острых ощущений. Не хочу заниматься нравоучениями, но если среди вас есть вейперы или ашкудишеры, пожалуйста, хотя бы задумайтесь о том, чтобы все это бросить. Когда-то вы также будете где-то лежать и задыхаться, не факт, что врачи смогут спасти и думать будет уже поздно. С медийными личностями появляется все больше видосов, достойные экранизации. По пабликам разлетелась запись с инстасамкой и манекеном, которую авторы подали как чуть ли не драку в центре Москвы с неизвестным прохожим. Больше никакой информации, и за эти секунды понять, что там происходит, тяжеловато. Смотря же на испуганное лицо Даши, когда она уходит за спину Олега, складывается ощущение, что там все серьезно. Но артистка поспешила все опровергнуть, видос оказался фейком и лишь удачным стечением обстоятельств. На самом деле их сняли в момент обычного общения с их же охранником. Манекен в этот момент просто отходил назад, чтобы не мешать прохожим, а самка неудачно в него врезалась и спуга вообще не было. Но согласитесь забавно, что настолько все совпало, что именно этот фрагмент попал на камеру тех фанатов, которые решили снять звездную парочку. Без сценарных приукрас одни из самых страшных слов в жизни услышала тиктокерша Алина Милди. Вы ее можете помнить по временам расцвета хаосов, когда рядом с Дрим Тимом тусовались еще две команды Just Team и девчащая Sweet House. Во второй она как раз состояла, а потом ушла в сольное плавание. У нее в целом была несладкая жизнь, врачи выявили биполярное расстройство из-за тяжелого детства и других травмирующих факторов, как смерть мамы. А на днях нашли и онкологию, которая ее добивает сейчас еще сильнее. Опухоль, по словам Алины, подтвердили уже в двух лабораториях и находится она в теле шейки матки. Сейчас она даже приехала в онкологический институт в Ростове, где назначают лечение. Стадия, к счастью, не серьезная, но возможно, что Милди никогда не сможет иметь детей. У меня рак тела матки первой стадии. Это было подтверждено уже в двух лабораториях, но они меня все перенаправляют. Сейчас я приехала в Ростовский институт онкологии, потому что врачи говорят, что они достаточно компетентны, чтобы ставить мне диагноз. И при таком диагнозе все вырезают, и ты не можешь иметь детей. То есть две вариации. Либо первая вариация – это пять лет лечения, около того, гормонами, спиралями. Не факт, что я смогу иметь детей, либо мне все вырежут, и я по факту не смогу иметь детей. Егор Крит вчера провел свой второй большой сольник в Санкт-Петербурге. В Ледовом дворце на кумира пришли посмотреть почти 12 тысяч человек, и в унисон подпевали любимые треки. Со сцены звучал привычный репертуар, и с гостей на сцене появился только Токсис, так как это его родной город. В том числе Егор исполнил трек «Пуси бой» и показал сердечко в зал на самом провокационном моменте. Многие почему-то сакцентировали внимание на этом, хотя Егор так делает во время своих выступлений уже около года. Скорее всего, он, как и Валя, давно отошел от тех негативных эмоций. А так как трек написан с не очень хорошим подтекстом, жест сердца может показываться из-за уважения и желания смягчить произошедшее. Ведь, как сказала бандитка на своем интервью, после выхода «Пуси бой» в свет она была в шоке, что можно вот так жестко перечеркнуть все, что между ними было. Когда ты увидела клип «Пуси бой», что с тобой произошло? Разочарование. Боль, ненависть. Я не понимала, как человек, с которым у нас были такие отношения, может это сделать. Понятное дело, я пошла на пасаран, сделала какой-то трек. Это все было ужасно выглядело, честно. Хотя мы действительно по правде друг друга любили. Своей какой-то странной, непонятной, больной любовью, но искренне. У Вали же есть поклонники покруче, которые показали себя во всей красе на недавнем ВК-фест в Питере. Вот этот молодой человек во время фотосессии попросил ее расписаться на своей руке и после с этим рисунком отправился к тату-мастеру. Зарисовка стала эскизом для будущей татуировки, которую он реально набил и сводить не собирается. Интересно, увидел ли карнавал этот безумный поступок, классно бы было посмотреть на ее реакцию. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя как всегда завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok